Приветствую это. Что, что, что сейчас? Подождите, я выключу. 40 дней будем друг друга приветствовать словами «Христос воскрес». Нет. Как нет? Всегда так было, 2000 лет. Пока Христос не вознесется. А Вознесение на 40-й день. И все молитвы пасхальные. Может быть, вот тогда и было так. Вот смотрите. Нет, ну это понятно. Может быть, вот тогда и было. Но? В те времена. Но после Иисуса кто был? А никого не было. Все обманщики были. Он говорит, придут обманщики, не верьте им. Антихристы придут. Это прямо в Евангелии от Иоанна написано. Много, говорит, придут, говорят, во имя мое. А вы не верьте, это антихристы. Мы так и делаем. Пророк Мухаммад. Ну и все, пророк Мухаммад. Вы Библии считали? Я кое-что читал. А вот не кое-что. Теперь смотрите, я покажу вам. Считали? Ага. Конечно. Все написано? Подожди. Я плохо вижу просто. Ха. А. Так. Ну, это что ты прочитаешь? Одно слово. Так, я вот к чему говорю. Что мы вас не отрицаем, книгу вашу. Я ее очень хорошо знаю. Мы тоже не отрицаем. А вот, а вы в Библии отрицаете, что он не умер, не воскрес. Как это так? В Библии нет. Нет, мы не отрицаем. Мы просто, у вас, вот то, что вот в Коране есть, мы верим во все пророки. Верим во те веры, которые были до мусульманства. Это были и те книги, которые были до Корана. Мы в них верим. Если мы одну книгу хотя бы отрицаем, то это уже не мусульманин. Понимаешь? Посмотрите, Деяние апостолов, 4 глава, 12 стих написано. Нет другого имени под небом данного человеком, которому отлежало бы вам спастись. Я от этого и держусь. 2 Евангелие, Татьяна 3, 36. Кто не имеет сына, не верует, тот не имеет и отца. Христос воскрес. Так, мы людям тут показываем, потому что в рулетке много пакостей всяких творят. Мы ответы даем, если есть вопросы. По Святой Библии. Потому что здесь всякую... Такая ситуация, можно я вам расскажу? Давайте. Ну я вот в тюрьме сижу, как мне быть. Так, что вы, ну, нужно... Повторите еще, что-то... В тюрьме сижу за грабеж. Как быть? Что-то, я не знаю, сейчас опущу, подождите. Я не пойму, мне... Вы про Сергея спрашиваете, что ли? Вы про меня спрашиваете, что ли? Вы про что спросили-то? Слово Сергея послушалось. Не верю во все это. Ну, не веришь... Ну, веришь в то, что ты сам есть на земле, сам себя, что ты живой? В это веришь? Что я сам есть на земле живой хожу? Да. Нигилист настоящий, он не должен в это верить. Так это нет, я же не нигилист, я же тебе сказал. Я же говорю о том, что отрицаю высшего существа, который нас все создал. Но это еще хуже. Потому что вы верите в дырку от бублика. Я ни во что не верю, отец. Я же как раз наоборот. Да наоборот, наоборот. Вы покупаете вот эту посудину и будете глотать из нее и думать, что вам будет приятно. Она нужна. Вы уже верите. Доверяйте людям, которые, может, яд туда напустили. Боярышник какой-нибудь. Ух, ни хрена себе, дед. Нет, я так не сильно запариваюсь. Нет, вы не атеисты. Атеизм – это означает против Бога. А значит, он есть, если вы против идете. О, великий мудрец, позволь мне просветить тебя. Атеист является тот человек, который не верит в высшие силы. Абсолютно. Есть еще агностики, которые запускают высшие силы, но не верят в них. Вы можете сейчас разговаривать, чтобы ни разу не заматериться, не заругаться. Можете? Я заматерился. Не надо. Конечно. Ну, тогда пообещайте мне. Скажите, ругаться не будем. Тогда я продолжу разговор. Все, отец, не будем материться. Хорошо. Хорошо. Ну, вот вы говорите, я не верующий. Какая скучная жизнь. Живет для лопуха на могиле. Ничего нету. А вот зайдите на наш YouTube и посмотрите, что мы делаем с верой в Бога. YouTube называется «Во свете Библии». Видишь с бородой, да? Да, ну, просто такого старого. А как ты думаешь, я старый? Сколько мне лет? Ну, 78. 80. Почти что угадал. Молодец. Но дело-то в том, что если у человека нет опыта, и он не знает, зачем живет, а только пьет что-то. А это ему 10. То напрасно он живет. А зачем сейчас рулетки сидите? А затем, что из рулетки из этого. А вы знаете, кто ей изобрел рулетку? Кто? Ну, я спрашиваю вас, кто? Ну, я говорю, никто, я не знаю. Не знаешь. Школьник, 17-летний двоечник. Андрей Терновский. Он говорит, а экзамены подошли, у меня, говорит, по всем предметам одни двойки. Мне не знать экзамены. Я, говорит, стал думать, что будет. И придумал, чтобы люди приходили, ни к чему не обязаны. Встреча, то есть создал место блуда. Разврата. Содом и Гоморру. И сразу стал миллионером. А почему? Эти люди, которые здесь, они не пойдут митинговать. Это очень выгодно. А вы этого даже не знаете. А я пришел... А я зачем пришел? За тем, что мы являемся врачами для этих людей. Я приношу священное писание. Ой, библия. Христос воскрес. Воистину воскрес. Правильно. У вас в доме есть такая книга? Есть. Библиотеки надо посмотреть. На самом деле библиотека? Есть, конечно. Она отвечает нам на все вопросы. Как людям жить? Как спасти душу свою? Господь так установил, чтобы человек не был слепым. Дал Слово Божие. Создал Церковь. А вы знаете, что в церкви священники есть служат? Да, знаю. А вы бываете с ними? Беседуете? Да. Было дело. Вот. Мы можем вам сказать о наших больших ресурсах. Я. Добрый день. А вы можете, когда разговариваете, не курить? No smoking. Воистину воскрес. Молодец какой. Мы начинаем говорить, узнаваем сначала. У вас такая книга есть дома? Да. И вы ее читаете? Но вечером, мама. Вопросы, может быть, какие есть по Библии? Нет. Нет никакой. А кто такой Христос? Человек. Ну, человек. Просто человек? Или он все-таки не просто человек, а что-то выше? Он Бога-человек. Да. И он умер за наши грехи. И он наш спаситель. В религии ни в одной нет спасителя, который умер бы за грехи людей. Только христианство. У вас храм-то есть в городе? Да. Народу много приходит? Да. А идут занятия какие по изучению Слова Божьего? Или как? Постояли, помолились и ушли домой? Идут. Идут занятия, да? Да. А ходишь туда? Времени нет. Нет. Надо узнать, какое место Писания они проходят сейчас. Есть такие золотые места, где говорится о том, что Христос умер за наши грехи и воскрес для нашего оправдания. И в этом все. Потому что эта жизнь, это такой миг коротенький. Один раз мигнул, уже на той стороне. И надо жить для Бога. Покаяться, принять святое крещение. И быть рожденным свыше. И быть Вадимом Духом Святым. Потому что в этой жизни прожить без Бога никак нельзя. Тебя задавят, затопщат. А когда ты веришь, ты надеешься на Бога. Тебе не надо ломаться. У нас большой ресурс. Можешь найти во Свете Библии. Называется канал. Во Свете Библии. Попробуй-ка заряди. А вы стремитесь? Как? Во Свете Библии, Игнатий Лапкин, заряди. Четыре слова. И сразу найдешь. Так, еще раз скажи. Во Свете Библии свет. Вот солнце от солнца. Я понял. Во Свете Библии, Игнатий Лапкин. Это я. Это мой канал. Канал очень большой. 15200 роликов. Ну-ка попробуй. Во Свете Библии. И что там? Игнатий Лапкин. Еще там? Нашел вас. Сколько подписчиков там? Сейчас скажу. Сейчас я даже подпишусь. 36 тысяч. Правильно. А сколько общих просмотров там не указывает? Общие. Во всем это... Первый ролик, к примеру. Нет, нет. Не ролик. А вообще. Сколько? На общее. На виде канале. Сколько было просмотров? А я не вижу. Не, не видно там. Это надо там зайти в канал и там... 35 миллионов. Ого. Там у нас... Мы строим православную деревню. Как храм строим. Как молимся. Воскрес. Воистину воскрес. Ты знаешь, молодец. У вас церковь есть в городе, где живете? Ну вот, видишь как. Мы пришли рассказать вам о великой радостной вести, которую Господь дал людям. Что он умер за грехи людей и воскрес. Не с кем. Что прячетесь, я не пойму. Выйди. Там вот, мужчина. Нормально, чтобы видно было. Ну видно вот так. Ну видно-то вас не видно. Почитай, маленький, поедин. Сейчас я буду считать, давай. Покажись, чтобы нормально было видно. Ну видно было, человек. А то есть ты лежишь все время, человек? А почему не сидишь-то? Сколько валяется там людей? Смотри внимательно. Какая книга? Какая книга? Самая древняя в мире книга. Священная история мира. Любовь Божия. Как Бог сотворил человека. Вы никогда не считали ее, эту книгу? Ты верующий, да? Да, я верующий, православный, христианин, проповедник. Проповедник, да. А вы верующий? Инча есть. Верующий человек. Я тоже верующий, брат. Ну так вылезь там, посмотрим друг на друга. Нету пожара. Ну что, я не пойму, что-то за экраном-то. Какая польза-то? Так же не разговаривать нигде в жизни, чтобы друг друга не видели и разговаривали. То ли от алиментов прячутся, то ли еще. Ты женатый. Женатый. Вы, если в Бога верите, так вы молились сегодня? Нет, а мы просто у нас, мы же крестьянины. То есть не молитесь, так только, да? Вы искуете... Да, да, да. Это вообще... Все ходим так, свечи, свечи верим, вот так. А сейчас рулетки-то вы зачем здесь? Здесь мы мандолин сажаем. Здесь чужих жен ищут. Тут безобразничают, что угодно делают. Тут процентов 80 мусульман. Примерно процентов 80. А они женоннеистовые кони такие. Поэтому все туда собрались. У них разрешаются четыре жены. Это где у вас город Москва, да? А у нас это считается... Даже если вторая жена есть, то это уже развратник. Он в царство небесное не попадет, как блудник. А у вас даже... Где, какой город у вас? Да вам зачем мой город? Мы говорим о важных вещах. Как ему город, как звать, да? Это ничего не даст. А я вам все назову. А вас не видно даже. Нормально. Сядь, чтобы поговорить можно было.